Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Джон Шоул признанный эксперт в построении сервисных стратегий Приветствуем Джона Шоула на четвертом форуме социальных инноваций региона И давайте поаплодируем Джона Шоула, но единственное неповторимое, дамы и господа, Джон рад вас видеть И я рад вас видеть Спасибо большое, Джон, спасибо, Станислав, спасибо большое Итак, прошу, микрофон вас Здравствуйте все, добрый вечер Вы даже не представляете, как я безумно рад видеть вас всех в Москве вживую Да, именно так Я очень-очень люблю Россию Был здесь много раз Потрясающая страна И я бы хотел поблагодарить Максима Вон там, Максим Спасибо тебе огромное за то, что ты привез меня сюда в Россию Это мой партнер по мероприятиям в России Спасибо тебе, Максим Ну что ж, в следующие 60 минут будет много интересного И, вы знаете, с момента моего приезда в Москву С тех самых пор я вижу совершенно потрясающий клиентский сервис Столько всего изменилось в Москве Потому что я в прошлом много критиковал, будем честными, Россию, Москву И Максим все говорит, приезжай в Москву, мы изменились, это все по-другому Он говорил, приезжай в Москву, убедись лично Ну, я два дня, скажем так, провел здесь в различных клиниках Центрах, торговых центрах и прочее-прочее Я везде видел высокое качество клиентского сервиса Это, конечно же, большой прогресс Россия и Москва сделала очень много отношений Итак, следующий слайд Еще один слайд Отлично Когда мы говорим о клиентском сервисе Я искренне верю в то, что на самом деле Идея заключается в том, чтобы владеть рынком В этом вся суть Вы должны быть лидером в мире Для Москвы Суть в том, чтобы Москва была лидером в мире Я не знаю ничего про нефть, про ядерное оружие, про калашников и так далее Но я точно знаю, что если Россия будет и может быть действительно тем самым локомотивом экономического развития И это станет благодаря сервису В следующие 60 минут мы будем говорить о том, что должно произойти Потому что вот Сергей, по-моему, говорил Сергей Испанин говорил, что хорошо, что вы все улыбаетесь Помните, он вначале сказал, я вижу много улыбающихся лиц Прекрасно, замечательно Каждому Каждого гражданина Жителя Москвы Нужно воспринимать как клиента Мы все клиенты Мы не просто жители Москвы Не просто москвичи Мы все клиенты Как будто вы родная мама моя Понимаете? Нужно относиться к каждому как к своей родной маме Кстати говоря, я родился давным-давно Вы все еще не жили тогда Я вас уверяю, что лучшие компании всегда тратили больше на маркетинге И когда клиент заходил, что вы думаете? Клиенту били по голове бейсбольные биты Вот каким был клиентский сервис И когда я увидел, как в Америке относятся клиенты Я говорю, что вы делаете? Вы что? Клиент это же король и королева Что вы делаете? Вы относитесь к как к второсортному человеку Ведь хороший клиент Для этого клиента означает больше бизнеса В чем вы думаете? Так вот сегодня, благодаря ковиду, кстати говоря Клиентский сервис находится на исторически самой худшей отметке Я вам клянусь Серьезно, я был в этих клиниках Здесь гораздо лучше в клиниках, чем в США На текущий момент, я вам клянусь Из-за ковида Уровень сервиса отвратительный Хорошо, ладно, идем дальше Так вот, есть Вернемся назад на один слайд Так вот, я говорю всегда о трех вещах И еще один слайд И еще, и еще, и еще И еще немножко И еще чуть-чуть Только в другую сторону Так, слайды в другую сторону Вы в другую сторону идите Нужно в другую сторону идти Так Угу Так вот, мы идем не в ту сторону Ничего страшного Так вот Может быть вообще стоит забыть слайды Нет, назад Нужно назад Третий слайд Слайд номер три Слайд номер три Так вот, на самом деле нужно делать три вещи Если вы хотите быть сервисным лидером Нужно делать три вещи Первое. Цените своих сотрудников. Это первое. А когда мы говорим о всех этих центрах, на самом деле, поликлиниках и так далее, вы, на самом деле, сделали очень многое, чтобы позаботиться о сотрудниках. И я всегда смотрю на туалет. Первое. Смотрю туалет. Покажите мне туалет. Потому что туалет — это показатель, лакмусовая бумажка того, насколько вы цените своих сотрудников. Потому что эти люди работают в вашем здании постоянно. И если туалет яркий, чистый, красивый, это значит, что вы к сотрудникам также относитесь. Это первое. Второе. Цените своих клиентов. И с тех пор, как я приехал сюда, и, кстати говоря, я остановился в отеле «Метрополь». И там реально крутой клиентский сервис. Я вам честно это скажу. Серьезно? Я остался, наверное, за последние 20 лет, 30 лет в России в сотнях отелях. И в России, и в Москве, и в других городах. Я вам скажу, что действительно, в отеле «Метрополь» — один из лучших клиентских сервисов. Серьезно. Очень хороший клиентский сервис в отеле «Метрополь». Так вот, это второе. И третье. Нужно научиться улыбаться. И как было правильно сказано, это должно быть от сердца. Научите улыбаться от сердца. Искренне. Так вот, вы знаете, я всегда приезжал в Россию и спрошу, что такое, почему все грустные такие? Даже есть такая фраза, что ты такой русский? Так вот. Но с тех пор, конечно, произошло очень много изменений. И люди начинают улыбаться гораздо больше. И если вы действительно хотите протестировать себя, просто зайдите в автодельерские центры. А, я, кстати говоря, был, по-моему, в дельерских центрах пару лет назад. Я видел таких прекрасных совершенно девушек на входе, которые встречают клиента. И они стоят как роботы. Знаете, как будто ее отлили, она красивая, с красивым макияжем, но как робот. И затем, значит, ты идешь дальше, и там потом уже тебя начинают встречать, с тобой разговаривать. Странно. То есть хорошо, ладно. Но если бы правительство могло быть лучше, чем частный сектор. Кстати, наконец-то, вот кликер. Спасибо вам большое. Теперь я смогу контролировать процесс. Так вот. Ну, я сейчас направлю. Слайди, все нормально. Спасибо большое. Так вот, ура. Все, теперь у меня есть кликер. Теперь я ни от кого не завишу. Замечательно. Так и должно быть. Так вот, одним словом, мы говорим о том, что это все должно пойти от сердца. Вы должны быть искренни. Вы должны верить в то, что клиент – это действительно круто. Это действительно важно. Что его нужно любить и лелеть. И я абсолютно верю в то, что если это будет ваша стратегия, вы будете владеть рынком. Многие почему-то не доверяют правительству. Я знаю, что везде, не только в России, правительству не доверяют. И если вы сможете создать потрясающий опыт, в основе которого будет доверие, просто подумайте об этом. Вот Анастасия, по-моему, сегодня говорила об одной из главных проблем. Заместитель мэра, правильно? Она говорила, а что, есть нехватка доверия. Люди не доверяют правительству. То есть мы говорим о базовых вещах. Насчет того, чтобы улыбнуться, посмотреть в глаза, сказать «Доброе утро, меня зовут Марина». И поскольку вы все в масках, ну, почему бы не посмотреть в глаза? По крайней мере, теперь ничто вас не отвлекает от глаз. Как насчет того, чтобы посмотреть в глаза? Искренне, кстати говоря, вот зайдите в США, в поликлинику. Вот ты и так заходишь, и ты идешь, и, может быть, там, тебя назначена там встреча с врачом на 9 часов, да, и ты подходишь к стойке регистрации. Первое, самое первое, что 95% регистраторов скажут вам, знаете что, на ресепшене, когда вы родились? Да, дату рождения. То есть они говорят, здравствуйте, такое-то и такое-то, доброе утро, какое-то доброе утро, они говорят, дату рождения. То есть тут для них как бы галочка. То есть они не улыбаются, не говорят, чем можем помочь, ничего подобного. Они спрашивают, покажите, да, паспорт, дату рождения. Это странно. Как будто бы я и не клиент, несмотря на то, что медицина платная. Так вот, вместо того, чтобы сказать спасибо вам, что вы пришли к нам сегодня, господин клиент, вместо того, чтобы улыбнуться, посмотреть в глаза, сказать, здравствуйте, доброе утро, меня зовут Марина, я так рада вам помочь, или там я Владимир, или еще кто-то, и так далее, и так далее, понимаете? Ничего этого нет. И, кстати говоря, у нас все-таки есть в Америке исключение, и вот это бенчмарка для всех вас. Это называется клиника Майя. Это первопроходцы, и они работают по-другому. И это действительно клиника номер один в США по уровню сервиса. И это абсолютно правда. Все остальные поликлиники, это, не знаю, как однозвездочные отели по сравнению с ней. Это как Ритц Карлтон, понимаете, в сфере здравоохранения. Клиника Майя – это реально самая крутая клиника. Все остальные – это как дешевые мотели, вот с обудренными обоями по сравнению с ней. Так вот, выручка за 2020 год, 13,9 миллиардов долларов США, 182 миллиона долларов по закону об оказании помощи экономической безопасности и с распространением коронавирусной инфекции они получили. 1,3 миллиона пациентов, 7 тысяч врачей и 71 тысяча сотрудников всего. И при этом у них очень щедрые доноры, они постоянно каждый год собирают миллионы долларов только в донорской помощи. И при этом очень много помогают частные предприниматели. Любят настолько, любят. То есть, какой-то богатый предприниматель пришел, его хорошо вылечили, он берет, допустим, 700 миллионов взял и пожертвовал. И вот так каждый год происходит. Только подумайте, что такое клиентский сервис, когда люди, богатые люди, берут и донатят просто так, на миллионы долларов. Посмотрите, вот это ресепшн. И я просто взял и сфоткал эту девушку. Вот заботливые, неравнодушные люди. Так вот, в клинике Майо, вы всегда чувствуете, что вам рады. Посмотрите, кстати, это я, между прочим, для тех, кто не узнал. Это, ну, в клинике перед процедурой, так сказать. Да, и это примерно за 90, это где-то 90 минут примерно на машине до Минниаполиса. Естественно, я хочу получить самое лучшее здравоохранение, поэтому я всегда иду в клинику Майо. Так вот, и там везде тебе улыбаются. Все к тебе относятся как к клиенту, именно как к клиенту. И вы знаете, что самое интересное? Когда ты звонишь в клинику Майо, тебе не говорят, нажмите один для того, два для другого, три для другого, четверть, чтобы там убраться к чертовой матери. Нет. Никакой системы длинных, бесконечных, нажми туда, нажми сюда. Нет. Там, кстати, говорят, а давайте позвоним им прямо сейчас, да? Давайте это сделаем. Да, потому что мало ли, что я там говорю. Давайте проверим. Звоним в клинику Майо. Посмотрим. Да, здравствуйте, это клиника Майо. Чем уже позвонишь? Здравствуйте, с вами Джон Шоу. Я с вами из Москвы. Прекрасно, замечательно. Вы смотрели. У нас тут примерно тысяча человек в зале, и вот мы решили вам позвонить. Знаете, я просто хотел, чтобы они поняли, как должна звучать и выглядеть одна из лучших клиник в мире. Здорово. Прекрасно. Да, конечно, конечно, я знаю, я много раз у вас уже обслуживался, я просто хотел показать, насколько быстро они отвечают. Заметьте, да, не было там, нажмите один, нажмите два. Спасибо большое, вы всегда, вы всегда рады вам, приезжайте в любой момент, будем рады вас обслужить. Так вот, как видите, они ответили буквально за секунду, сразу же, не в смысле, вы для нас очень важны, и там ближайший оператор освободится через сколько-то минут, нет, сразу же. То есть за один звонок, 24 на 7, всегда, хоть каждый день, хоть каждую секунду им звони, они всегда отвечают сразу же, всегда дружелюбные люди, которые готовы тебе помочь. И это поликлиника. То есть они относятся к своим пациентам как клиентам. Вот так. И помните, пожалуйста, что колл-центр, это один из каналов коммуникации, то есть контактный центр. И это одна из тех дверей, которая должна работать, должна работать. То есть это стратегия. То есть вы должны действительно пылать к этому страсти. То есть клиентский сервис. Я вот слушал и мэра Москвы, и заместителя мэра Москвы, и других чиновников, они все говорили про стратегии. Все хотят скорости, цифровизации, мгновенных результатов, доверия, улыбок, удовлетворенности, тепла, клиентского сервиса и так далее. Прекрасно, это стратегия. Я лично считаю, что когда вы вооружились сервисной стратегией, то для правительства не может быть ничего лучшее. То самое доверие, которого не хватает со стороны налогоплательщиков, со стороны пациентов. Вас просто влюбятся, вас будут носить на руках, если вы будете относиться к людям как к своим лучшим клиентам. Как маме родной. И более того, вы можете даже дать более высокое качество сервиса, чем частные компании. Понимаете? Не говорите гражданин или житель Москвы, или пациент. Говорите клиент. Каждый, с кем вы работаете, это клиент. Правда? Какое секси слово. Клиент. Сразу по-другому начинаешь относиться. Понимаете? И тогда начинается сарафанное радио. Человек пошел в клинику, получил сервис. Он говорит, боже мой, как это круто. Я даже представить себе не мог и не могла, что это возможно. И они начинают рассказывать об этом всем остальным. И вот так появляется доверие. Так вот, это был первый компонент, стратегия. Второе, лидерство. Опять-таки, то есть, та самая сервисная стратегия должна быть на вооружении правительства. Опять-таки, все эти поликлиники, например, если они могут, то и все остальные представители государства тоже должны это делать. То, что делается в здравоохранении, должно быть везде в правительстве. И, кстати говоря, конечно, вы уже на несколько световых лет опередили отдельные частные сектора. Я был в России порядка 100 раз, наверное, за последние десятилетия. И я исколесил Россию вдоль и поперек. И, честно говоря, я не видел давно такого высокого качества сервиса, как и в поликлиниках, в которых я был сегодня. Так вот, Губер Джоли, кстати говоря, говорил о том, что роль лидера заключается, как минимум, в следующем. Первое, сформировать команду. И второе, создать такую среду, в которой каждый может найти свою цель и следовать ей. Best Buy, кстати говоря, один из крупнейших ритейлеров. Именно электроника. Это в нашем видео, по сути. Так вот, это 125 тысяч сотрудников. Подумайте, они говорят, чем мы занимаемся? Мы занимаемся счастьем. Мы не продаем электронику, компьютеры, телевизоры или что-то еще. Мы занимаемся счастьем. Кстати, то же самое может быть у вас в здравоохранении. Вот Сергей Собянин, мэр Москвы, может сказать, мы занимаемся счастьем. Мы правительство Москвы, мы в бизнесе счастья. Мы не государство, мы не правительство Москвы. Мы в бизнесе счастья, мы продавцы счастья. Потому что, если нас будут любить, если в нас влюбятся, если ваши клиенты в вас влюбятся, то поскольку вы им несете счастье, вы сможете сделать гораздо больше. И в США, кстати говоря, очень многие не доверяют правительству. вообще. Ноль доверия сейчас. И COVID во многом это постынулось. Сейчас это все настолько политизировано между республиканцами и демократами. Одним словом, очень важно создать то самое доверие. И посмотрите, 125 тысяч сотрудников, и они в бизнесе счастья. Это крупная организация Best Buy, одна из крупнейших в мире. 47 миллиардов выручка за 2021 финансовый год. И когда Джон Джолли пришел к руководству этой компании, то есть компания, по-моему, торговалась по 17 долларов, они были близки к банкротству. И сейчас уже акция торгуется по 114 долларов. Подумайте, да? То есть он понимал, что такое клиентский сервис. И он смог поднять компанию с колен. Благодаря этому. Компания была на грани банкротства. И он ее вывел из банкротства. Теперь это подставящая компания. И третье. Средства, инструменты. У вас сотни сотрудников, сотни тысяч сотрудников по всей Москве. Если вы хотите обеспечить единообразное качество сервиса, вы должны обучать людей. Понимаете, это не так по наитию. Вы должны обучать людей, что такое клиентский сервис. Понимаете, это навык, это мышца. Ее нужно качать. Вот мы входим, допустим, в школу, да, и никто нас не учит тому, что такое клиентский сервис. Ни в России, ни в США, нигде вообще везде в мире. Никто почему-то не дает нам, да, в средней школе, вот эти навыков. Никто нас не учит, что такое клиентский сервис. Насколько это важно. В Гарварде вас этому не учат, почему-то. Да, в бизнес-школах этому не учат. Поэтому ваша ответственность заключается в том, чтобы создать системную, системную систему обучения своих сотрудников тому, что такое высокое качество сервиса. Только так вы сможете влюбить в себя, в город Москва, в правительство Москвы, вообще в правительство Москвы, да, людей. Только так они смогут в вас влюбиться и начать доверять вам. Так вот, стратегия. Главная причина, по которой компаниям плевать на клиентский сервис, заключается в том, что менеджмент и SEO, к сожалению, не понимают. Он сидит у себя в башне слоновой кошки, он считает, что это просто заноза в заднице, все это. Зачем тут тратить деньги, время обучать сотрудников, мы их обучим, они потом уйдут. Да ну трать еще на это время, у нас и так все нормально, мы как-нибудь без этого обойдемся и так далее. То есть вы должны делать это. Понимаете, вы должны проявить упорство. Это должен быть стиль жизни, это образ жизни, это майндсет. И, конечно же, нужно снижать трение. Например, Джефф Безос, самый богатый человек в мире, говорит о том, что очень важно убирать ненужную бюрократию, которая мешает. Я все утро сидел и слушал, как много в России бюрократии. И когда я был в этих поликлиниках, многофункциональных сервисов я видел, как они стараются перейти в цифру, избавиться от бумаги и так далее. И вот, допустим, там одна была женщина, и у нее был ребенок, Мишель звали ребенка, и я начал с ней общаться, чтобы понять, что она думала по качеству сервиса. Это было в поликлинике. Так вот, и она как раз сказала, по-моему, что ребенок родился в Лос-Анджелесе, потом они переехали спустя 6-7 месяцев в другое место, в Россию. Я спросил, говорю, слушайте, ну а как здесь вот в США и в России? Можете сравнить? И первое, что она сказала, что всякий раз, когда ты заходишь, открываешь дверь поликлиники в США, они с тебя берут 200 долларов. В России часть этого не происходит. В США это все, все, что они пытаются сделать, это вытянут из себя как можно больше денег. Серьезно. Поэтому вы знаете, что в США здравоохранение самое дорогое в мире. Это там очень дорого. Это просто чихнул, и уже 200 долларов. В России пока этого, к счастью, нет. Так вот, и опять-таки, очень важно снижать трение, создавать бесшовность, чтобы все было гладко, без сучка, без задоринки, устранять глупые правила, ненужные положения, процедуры. А чем больше бюрократии, тем дороже система. В Америке, к сожалению, этого очень много. Джефф Безос говорил, что наша главная цель это быть самой клиент-ориентированной компанией на Земле. А что было бы, если бы, например, Сергей Собянин был вот здесь, вместо Джеффа Безоса? А что, если бы здесь была фотография Сергея Собянина или кого-то еще? А что, если бы Сергей Собянин вышел и заявил, что наша главная цель номер один это стать самой клиент-ориентированной компанией на Земле? Только подумайте. И что тут говорить? Цифры не врут. Посмотрите. Он говорит, если вы хотите достичь большего, уменьшите трение. Создайте бесшовность. Это секрет Амазон. Максимальная бесшовность. И он также говорит о том, что если вы хотите меньше чего-то, да наоборот, повышайте трение, и вы будете беднее. Снижайте трение, вы будете богаче. Да, в России есть знаменитая бюрократия. Конечно же, и в российских организациях тоже много бюрократии. И это вообще эффект, который виден по всему миру. Большинство компаний не хотят конкурировать с Амазон. Они боятся Амазон как огня. Посмотрите, чистый объем продаж 386 миллиардов долларов за 2020 год. И мы не говорим рублей, мы говорим миллиардов. 386 миллиардов, чистый объем продаж. Подумайте. На 38% они выросли в прошлом только году. Плюс 105 миллиардов. Я считаю, что Амазон это самая клиент-ориентированная компания. Во всем, вот во всем буквально. Величайший клиентский сервис. Во всем, что они делают. Будь то чат, будь то электронная почта, телефон и так далее. Я сейчас могу поднять трубку телефона и позвонить Амазону. Я вас уверяю, что мне ответит живой человек, а не чат-бот. Живой человек. И что бы у меня ни было на уме, какой бы у меня ни было проблемы, мне помогут. А не так, что ой, позвольте, я вас сейчас переведу на другого сотрудника отдела. Нет. У сотрудников компании Амазон есть право принимать решения. Они никогда не говорят нет. Никогда не говорить нет. Это их главное правило. Всегда говорить да. И всегда принимать быстрые решения. Прежде всего, на стороне клиента. Потому что цель Джеба Бессиса была в том, чтобы стать самой клиент-ориентированной компанией. Это их паранойя. Это их одержимость. Они делают для этого все. Поэтому Амазон, ну что ж, давайте сделаем это. Давайте сделаем Москву такой же. Как насчет того, чтобы Москва была самой клиент-ориентированной столицей мира. Давайте превратим Россию в самую мощную страну. Не за нефть, не за калашников или что-то еще. А из-за клиентского сервиса. Кстати говоря, посмотрите, доход на душу населения в России и в Сингапуре. Вы знаете, что в Сингапуре доход на душу населения отличается в сотни раз. А в Китае, по-моему, 8700 долларов. Сейчас доход на душу населения. А что, если бы вы были сильнее, чем Сингапур? Вам же это под силу? Вы только посмотрите, где там. Нужно микроскоп брать, чтобы найти Сингапур. Такой он маленький. А Россия такая гигантская страна. Сколько там 11 часовых поясов? Представляете, вы должны быть самой мощной страной в мире, а не только самой большой по географии. Если вы понимали, что такое сервисная стратегия, у вас бы это получилось. Именно поэтому вы должны вкладывать в людей. Джефф Безос, Амазон вкладывали в людей. Постоянно. Это самый инновационный лидер в мире, в истории. И в Амазоне работает почти полтора миллиона человек. Подумайте об этом. И они добавили в этом только году еще полмиллиона. Вот так. Подумайте об этом. Хорошо. Когда мы говорим о полномочиях, право сказать «да», право принять решение внизу, без необходимости подписи своего руководителя. Это очень важно. Иначе бюрократию вы не победите. У людей внизу, которые общаются с клиентами, с пациентами, лицом к лицу, должно быть право решения, принятие решения. Так вот, нужно два чуда, два чуда, чтобы сотрудник потратил несчастные 500 рублей. Два чуда нужно. Везде. Возьмите любую точку мира. Я сейчас не говорю про Россию. Я говорю вообще сейчас везде. США, Африка, Ближний Восток, где угодно. Помните, что «эмпаумент», то, что называем, полномочия сотрудника – это самая мощная вещь. Так вот, ничто не сравнится с сотрудником, который понимает, что его не накажут за то, что он сказал «да», за то, что он сам подписал чек. И вот это от сердца как раз идет. Вот отсюда улыбки, отсюда тепло. А если ты знаешь, что тебе дадут по голове, и тебя уволят, или накажут, или что-то еще, но о каком клиентском сервисе может идти речь? Так вот, и вы сейчас пытаетесь к этому прийти, вы стараетесь создать бесшовно, чтобы это обращение было максимально бесшовно. Опять-таки, если вы можете делать на уровне поликлиникам или социальных сервисов, конечно, вы можете делать вообще в рамках всего правительства, неважно где вы, в Москве, в Сибири или еще где-то. Этот опыт можно реплицировать. Если у вас есть такая же страсть, как у Ольги, например, или у Анастасии, или у еще кого-то, или у мэра Собянина, или у еще кого-то, неважно. То есть, это все опыт, который можно масштабировать. Так вот, очень важно, чтобы у сотрудника было право сказать «да», разобраться с проблемой самостоятельно, не обращаясь к своему начальству. Но так, от этого как раз происходит та самая магия клиентского сервиса. Помните, что в правительстве самый влиятельный человек, это не мэр Москвы, нет-нет, это тот самый сотрудник, который каждый работает там где-то, да, на передовой. Потому что 99% это всей коммуникации, всех контактов с людьми, с москвичами, с россиянами происходит там, на земле. Это самые влиятельные люди. Понимаете? Они видят клиентов, если они будут работать шикарно, то есть, Ольга, вы будете выглядеть как герой, да, а если они будут работать плохо, то и вы будете так же выглядеть плохо. Понимаете? Поэтому ваша репутация наверху зависит от людей внизу. Поэтому прокачивать людей нужно там, внизу. И это в нашем стиле жизни. Вот так. Помните, что если у вас будут самые счастливые клиенты, все, вы всех порвете, вы будете доминировать рынком. Представьте, если в Москве москвичи будут счастливыми, конечно же, все будут любить правительство, конечно же, у вас будет максимальное доверие. И не будет никакого сопротивления. Вот тот заместитель мэра Москвы говорил о том, что есть проблема доверия. Не будет никакой проблемы доверия, если вас будут любить, потому что вы даете шикарное качество сервисов. Это проблема практически всех стран в мире в сша не видит правительство везде в европе и так далее общая проблема почему потому что везде одни и те же проблемы так вот и вот здесь в россии в москве кстати говоря вы можете увидеть гораздо более высокое качество государственных услуг чем телевых сша по многому вы уже давно переплюнули сша если вы сможете сделать то же самое на уровне поликлиника многофункциональных сервис центров я вас уверяю а вы сможете уйти очень далеко так вот бывший генеральный директор general director он говорил о том что компания это не здание оборудования или технологии это люди компании это люди может иметь самые крутые технологии но вы зависите от людей которые эти технологии используют вот так всегда работал с людьми прежде всего поэтому он легендарный сел так вот и кстати вот кто-то по-моему сказал да что вот мне нравится вот этих многофункциональных центрах то что они со мной хорошо обращаются всегда дальше то не пытается меня отпихнуть и еще один критически важный ключевой элемент это скорость конечно же качество клинического сервиса невозможно без скорости сегодня везде люди хотят скорости люди хотят это здесь и сейчас а еще лучше вчера поэтому нужно везде сокращать время доставки услуги сервиса продукта и кстати говоря я слушал внимательно ваших участников панелистов все говорят про скорость да все потому что мы хотим это сейчас люди не готовы ждать люди становятся крайне нетерпеливым поэтому например если вы сможете например представьте я вам что-то требовалось 7 дней скорость когда вы с 7 дней ушли до доводния представьте себе что вы можете с мультипликатором умножить скорость предоставление какой-то услуги вы только подумайте о том что происходит с клиентским качеством здесь и с клиентским сервисом скорость скорость кардинально повышайте скорость предоставления услуг во всем и здесь есть одна проблема менталитет потому что скорость невозможно без менталитета опять-таки это касается каждого сотрудника мы медленные люди медлены сотрудники медлены вспомните помните понедельник вы в колледже и профессор в пятницу у нас будет с вами тест когда вы начинали готовиться к тесту правильно если вы студент вы бухали всю неделю и потом вечером начинали учиться правильно чтобы там эти билеты шпаргалки писали так далее разве не так люди ждут они прокрастинируют а к сожалению больная проблему конечно генеральные директора хотят скорости клиенты хотят скорости и amazon это прекрасно понимает amazon по сути создала спрос на скорость невиданную скорость сегодня люди хотят все максимально быстро и основная проблема заключается в том что у нас есть эти практики политики процедуры установки системы которые наследственные которые мешают этой скорости нам очень важно преодолеть эти барьеры очистить все это все то что мешает а чем медленнее тем дороже а чем быстрее тем дешевле вот и все к сожалению это просто не в природе людей думать быстро нужно создать то что не характерно для человека быть быстро потому что для обычного человека наоборот удобнее быть медленнее а клиенты хотят быстрее понимаете вот такой кандаром что клиенты тоже люди но они хотят чтобы все было быстро а человеческая природа наоборот хочет все медленно так вот если вы сможете дать ту самую скорость опять-таки особенно госуслуги госсервис ну то это будет кошмар пойди туда получи здесь там тут справку ждать бесконечного человек так далее нету этого ожидания что правительство может дать вам действительно потрясающий клиентский сервис и очень быстро так вот в следующие пару дней пока форум идет зайдите в любой автодилерский центр например просто посмотрите на качество сервис например я был здесь последний раз я вообще люблю заниматься мистери шоппингом да то есть тайным покупателем быть я обычно посещают это четыре дилерских центра и так значит откроют двери значит сожуйство машину то все никого не души дилерский центр по продаже автомобилей при этом них там женщины эти стоят до девушки которые просто улыбаются как роботы и все от них никакого толку или охранник от которого тем более никакого толку я спрашиваю как вы вообще продаете машины здесь дилерском центре если у вас никого нету где вы ау да я уже там и сел в машину обошел ее кругами что не знаю что еще сделать чтобы привлечь к себе внимание так вот и когда я схожу этот многофункциональный центр поликлиники некоторые там я вижу разницу это начинает происходить так вот опять таки вы можете быть еще лучше все правительство вообще весь госаппарат может поучиться у того что сейчас происходит здравоохранение так вот понятно что конечно мы сейчас говорим о том что является выдающимся не только однократно потому что если вы там однократно это сделали это прекрасно хорошо вы дали клиентский сервис замечательно но вы должны делать это постоянно этого недостаточно понимаете это еще не входной билетик потому что никто не будет говорить о как у нас потрясающее аппарат просто потому что у вас хороший сервис этого недостаточно важно быть выдающийся запоминающийся исключительный сервис каждый раз каждый день постоянно то есть вы не должны просто проставить галочки быть как все соответствует какому-то минимальному законодательному стандарту вы должны идти за грань так вот и конечно же мы должны обучать сотрудников потому что сотрудникам это не свойственно обучайте их как минимум несколько раз в месяц хотя бы каждый месяц учите их чему-то новому новому свежему новому и свежему понимаете иначе никак то есть когда мы говорим об изменении культуры это касается каждого человека например в россии или в сша или в мире но вы все знаете на самом деле в душе вы все знаете что клиентский сервис то важно почему же этого не делаете то у вас есть три секунды момент истины и так открывается дверь заходит клиент или поднимается трубка да вам кто-то позвонил вас есть три секунды чтобы произвести то самое впечатление показать насколько вам не все равно именно поэтому улыбка так важно потому что это ничего не стоит именно так важно обращаться по имени к человеку потому что это ничего не стоит это происходит мгновенно поэтому вот мой вызов вам серьезно у вас здесь москве могут быть самые лучшие люди в мире но помните о клиент ориентированности вы можете быть лучше чем сингапур если вы станете лучше чем сингапур все вы всех поубиваете вы будете номер один да у китая неплохо идет экономика но я вам клянусь по уровню клиент ориентированности вы можете кругами бегать вокруг китай и в люди в россии просто потрясающий умнейшие хорошо образованные люди супер талантливые все что нужно это дать правильный фокус и энергию чтобы люди поняли насколько важно забыть о советском прошлом я помню последний раз как я помню в 99 году я впервые приехал в россию ну туда вообще ни черта не было да я помню как я там у меня там были знакомы там процента было порядка сколько 30 35 лет назад и у меня было партнерство да то есть у меня были программы и вот по клиентским сервису я еще тогда начал приезжать в россии но сейчас конечно все гораздо лучше гораздо лучше чем когда-либо в россии вот но нужно сделать еще больше так вот людей нужно обучать проводить тренинги по передаче полномочий да потому что важно уметь сказать да нельзя этого бояться то нужно владеть сотрудник владеть клиентом чтобы клиент вас влюбился чтобы он чувствовал что вы не просто винтик а что вы уполномочены вот это и есть та самая ходячая реклама сарафанная радио только так создается бренд этот фактор доверия естественный фактор доверия то самое хорошее после вкусе вы должны пользоваться на⋯дя что то новое и свежее новое и свежее нельзя делать прост один раз как ну хорошо всё замечательно мы один раз там обучили эту ольгу и все теперь она всех нас поменяет и мы станем великолепными просто потому что однажды то сказать взмахнули волшебной палочки да и провели для нее какой-то тренинг это можешь новые свежие новые свежие постоянно новое свежее новое свежее вот так понимаете то есть это как машина нужно давить на педаль акселератора на педаль газа А не только один раз надавил, и все. А тут говорят, нет, это правительство, давайте помедленнее, давайте поконсервативнее. Помните, клиентам нужен великолепный сервис. Поэтому делать это нужно постоянно. Так вот, и вы на это способны. Из того, что я видел с тех пор, как я приехал, вот этот раз, когда я посетил Москву, я увидел потрясающий клиентский сервис. Серьезно, я был в России сотни раз. Я вас уверяю, что я здесь увидел потрясающие примеры клиентского сервиса. К сожалению, я не говорю по-русски. Это сложный язык, я пытался его учить, у меня не получилось. Вот, серьезно, это сложный язык. Я, к счастью, многие из вас умеют говорить по-английски, это очень хорошо. И самая первая программа, которую я создал в 79-м году еще, с тех пор она много раз обновлялась, называется «Feelings», чувство. О том, как стать рок-звездой, то есть главные принципы великолепного клиентского сервиса. И мы эту программу используем универсально по всему миру. И как раз именно с этой программы я приехал в Россию впервые. Вот, с тех пор она, конечно, много раз обновлялась. И она применяется в любом секторе экономики, будто здравоохранение или что-то еще, совершенно не важно. Так вот, вот здесь, например, у нас самые лучшие люди. Подумайте, у нас есть лидеры, руководители компаний и так далее. Но проблема в том, что очень важно, чтобы и рядовые сотрудники это понимали, не только вы. Понимаете? Потому что, представляете, человек отработал с 9 до 5, потом пошел домой на метро, потом поругался с женой, что-то еще. То есть люди должны чувствовать себя хорошо. Понимаете? Потому что сотрудники спрашивают, хорошо, прекрасно, клиентский сервис, нам-то от этого что? Вы должны объяснить сотрудникам, почему для них это тоже важно, а не только для вас, для верхушки, для руководства. А это и аффирмации, и визуализации, и так далее. Например, у меня в Малайзии живет внук, вот его миссионер, вот. И я его обучил, чтобы он стал самостоятельным, при том, что он занимается филантропией. То есть еще 7 лет я постоянно давал ему различные книги по саморазвитию. Семи лет он постоянно читал книги по саморазвитию. Как насчет читать книги? А как часто вы читаете книги по саморазвитию? Хотя бы раз в месяц. Ваш самый главный актив — это ваш мозг, ваш ум. Понимаете? Чем больше вы инвестируете в себя, в саморазвитие, тем больше вы будете зарабатывать. Помните? То есть единственное, что вас ограничивает, это вы сами. Это ваш личный стеклянный потолок. Поэтому очень важно, чтобы вы поверили в себя. А как вы сможете поверить в себя, если вы себя не прокачиваете этими знаниями? Люди, к сожалению, ставят себе потолок. Тут самые слышали такую фразу, как «стеклянный потолок». Кто ее построит? Вы сами себе ее строите. Поэтому очень важно пробить его. А еще хуже, когда он не стеклянный, а цементный потолок. Поэтому очень важно постоянно прокачивать себя новыми знаниями. Я всякий раз сказал, хорошо, что это получилось. Похлопайте себя по спине. Не ждите, пока вас похвалят. Руководство. Может, оно вообще никогда вас не похвалит. И бонус, может быть, не дадут. Вы должны быть самомотивируемыми. Это очень важно. И, конечно же, постоянно практикуйте позитивное общение. Итак, буквально одну секундочку. Я проверю, сколько у нас времени. Так вот, каждый человек хочет почувствовать себя особенным. Поэтому говорите спасибо, улыбайтесь, будьте заботливы, обращайтесь к людям по имени. Что может быть более личного, чем имя человека? Вот только подумайте об этом. Если вы будете через интонацию, через обращение к людям, давать им то самое добро. Да, вот мэр Собянин говорил об этом, что «как хочу, чтобы люди улыбались». Прекрасно. Это несложно и это недорого. Быть звездой, рок-звездой недорого. Но вы должны прокачивать это в себе и в своих людях, чтобы вы были самыми лучшими в мире в этом отношении. Так вот, и, кстати говоря, мэр Москвы, на самом деле, мог бы вообще-то и стоит ему податься в мэри Нью-Йорка. Потому что в Нью-Йорке сейчас бардак. Вы даже не представляете, какая там дыра сейчас. Нью-Йорк, мой любимый город. Что с ним произошло? Это какой-то кошмар просто. У вас в Москве чистота. А у нас в Нью-Йорке бомжи сплошные. Ты не поймешь, что происходит вообще. Потому что у нас мэр просто ужасный. И к тому же он сейчас подал в оставку. Так вот, так что мэр, место ваканта. А потом не говорите, мэр опять на то, он туда пойдет и будет мэром Нью-Йорка, вместо мэром Москвы. Так вот, короче говоря, помните, пожалуйста, что вы можете, не знаю, там, в России или в США, там, сколько угодно, проходить университетских курсов. И никто вам эти навыки не даст. Научитесь говорить спасибо. Научитесь улыбаться. Используйте правильную тональность. То есть ваша тональность выдает вас головой. Показывает, насколько вам все равно или не все равно. Опять-таки, все, что я говорю, вы и так знаете. Это банальные вещи. Правильно? И, к сожалению, здравый смысл сейчас встречается редко. То, что я говорю, это здравый смысл. Только подумайте в США, насколько плохой сейчас клиентский сервис. Серьезно. И люди почему-то используют COVID для того, чтобы уронить клиентский сервис, а не повысить. Это ужасно. Я такого никогда не ожидал от своих соотечественников. Из-за COVID сейчас, ну, компании начинают просто вытирать ноги своих клиентов. Я этого не ожидал. Поэтому, если вы говорите, допустим, я перезвоню через час. Перезвони через час. Если говоришь, что сейчас, вот, не знаю, там, ваш паспорт или там, или справка какая-то придет вот во столько-то и через столько-то времени. Сделайте это. Пообещали, сделайте. Да? Чтобы вы были тем самым искренним, заботящимся, радушным человеком. Вот так. И, Александр, то, о чем вы говорили. Опять-таки, согласен, да, то, что, как бы, очень легко уронить клиентский сервис. Очень легко. И вы должны быть точными, быстрыми. И, опять-таки, помните, что это на самом деле не сложно. Дать высокое качество клиентского сервиса не сложно. Но магия происходит на уровне сотрудника. Вот у нас здесь сидит примерно тысяча человек, да, например. Вот это и есть лидерство. Вот вы должны это все продвигать, каскадировать, пушить это все на своих сотрудников. Помните, самый важный человек в любой организации, частной или государственной, это тот, кто сидит там, на ресепшене. Те люди, которые меньше всего получают обучение, им меньше всего платят, но при этом 99% всех контактов с клиентами происходит через них. Понимаете? Вот такая вот ирония. Поэтому для вас главный челлендж – это вырастить этих людей, понимаете, обучать этих людей. Это самое важное. Так вот, вот вам еще кое-что. Когда, например, в Москве вы уходите из ресторана, вас наверняка спрашивают, как вам, понравился ли ужин, правда? Когда вы поужинали в ресторане, вас спрашивают, понравилось ли вам у нас. Так вот, представьте, что в следующий раз вы говорите, о, все было очень плохо. И обязательно официант скажет, что спасибо большое. Правда? Так? А, почему? Представляете, в ресторане говорим все равно, что вы говорите. Официантка просто стоит моргая глазами. Понравился вам ужин, не понравился, вам все равно говорят спасибо. Так вот, нужно не просто открывать рот, а научиться слушать клиента. Понимаете? Если сервис классный, то сервис классный. Если он плохой, то нужно это признавать. И, конечно же, очень важно. Кстати, я лично считаю, что вообще продвинуться по службе в любой организации, в Москве, в России, очень легко. Правда? Запоминайте имена. Потому что это самое дорогое. Потому что есть люди, которые просто мотают лямку, так сказать, просто от 9 до 5, так сказать, просто тело, которое сидит и смотрит в экран. За 3 секунды я сразу вижу, вовлечен сотрудник или нет, знает ли он, о чем он говорит или нет, эксперт он или нет. Так вот, по многому это зависит от вас, понимаете? То есть иметь сотрудников, которые хотят расти и хотят учиться, зависит от вас, чтобы они стали лучшими из лучших, чтобы они не были на 100% зависимы от компьютера. Так вот, я вижу их глаза, я вижу их язык тела, я вижу тональность их голоса. Я знаю, когда я вижу профессионала. И вы должны знать все о своей компании, о своих сотрудников. Вот если бы, например, обратился в одно из ваших агентств, я бы сразу же почувствовал, что там происходит. И, например, ну, например, Ольга там или еще кто-то, да, то есть я бы хотел знать, как относятся к людям, которые заболели, например, да, то есть и как к таким людям относятся. Поэтому вы должны быть незаменимыми и экстраординарными, если вы хотите продвигаться вверх по служебной ленце, лекции, лесенке. Вот так. Будьте незаменимыми и экстраординарными. Тогда у вас всегда будет работа, и вы всегда будете ценными, и у вас будут платить больше. Поэтому помните, используйте имя. То есть есть две небольшие компании, которые очень хорошо получаются. Первая компания называется Apple. Знаете такую компанию Apple? Да, малюсенькая такая компания. И вторая называется Amazon. Три таких малюсеньких компаний, которые лучше всего это умеют делать. Например, когда я захожу, у вас многофункциональный сервис, поликлинику, я там иду в тот или иной отдел и так далее. Вот, понимаете, вас называют по имени, должны знать по имени. Это так просто, это самое дорогое для клиента. Почему мы не помним о том, что клиенту нужно обращаться по имени? Мы забываем, да, что для человека нет ничего дороже, чем мое имя. И когда человеку обращаются по имени, это стоит дорогого. Нет ничего дешевле и лучше для клиентского сервиса, чем это. Так вот, именно поэтому так важно, чтобы все наши сотрудники понимали эти базовые принципы, базовые навыки. Понимаете, Дмитрий, да, чтобы они понимали, почему так важно использовать имя клиента. Ну, например, да, у вас есть там разные электронные все табло и так далее. Вы же видите, кто к вам пришел, да, там уже высветилось, что это за человек. Так используйте это, используйте имя клиента. Если у вас уже подсказка на экране, например, вот Марина, например, то есть она запоминает имена клиентов. Прекрасно, она лучший сотрудник. Опять-таки, знаете, это как волшебная кнопка, это действительно открывает для вас клиента. Поэтому используйте имя. Почему мы не используем имя клиента? Первое, безразлично, им просто плевать, поэтому я не буду использовать имя клиента. Большинство сотрудников, им просто плевать. Они просто пришли, работают и все. Второе, страх, они боятся. Они не умеют это делать. Им непривычно, банально. Да, это же тоже навык, к сожалению. Вот, кстати говоря, этот навык привить очень... Кстати, просто сказать, что, эй, обязательно говори с людьми по имени. То есть это не тренинг. То есть нужно это практиковать. И, конечно, страх. Например, у меня сложное имя, да, фамилия Шоу. Люди зачастую боятся, ну, неправильно меня, там, сказать, назвать по фамилии. Но у меня есть имя, Джон, очень простое имя, правильно? Называйте их по первому имени. Александр, Наташа, Слава, там, Ольга. Там, Дмитрий, еще кто-то. Здесь не ошибешься. С фамилией можешь ошибиться, но с первым именем не ошибешься. Так вот, считайте, что это такая лазерная хирургия. Помните, да, когда там делают подтяжку, там, лица и так далее. Так вот, суть лазерной хирургии как раз метафорически применительна к сотрудникам. Это то, почему так важно использовать такие простые инструменты, как обращение по имени. И главное давать им инструменты, то есть как это делать. Не просто сказать, обращайся по имени, а научить их это делать. И еще кое-что, кстати говоря, исправление ошибок. Хорошо, вы облажались. Да, вы самая лучшая организация в мире. Но это люди, а людям свойственны ошибки. Да, что-то пошло не так, например, вы уронили качество сервиса. Такое бывает, правильно? Не бывает идеальной компании, которая все делает правильно, никогда, ничего, ни в чем не ошибается, когда в США, например, что-то идет не так. Я вам скажу так, примерно 80% сотрудников начинают просто брехать. Просто врать с три короба. И это не исправление ошибок. Представляете, да? Представляете, человек пришел и там говорит, я на вас там подам в суд и прочее, прочее, прочее. В Америке все судятся. Представляете, клиент пришел и он просто весь кипит от гнева, да, потому что он недоволен. Как превратить негатив в позитив за 60 секунд? Хотите знать? За 60 секунд. Я смотрю, что-то как-то все молчат. Что, не хотите знать, как превратить негативного клиента в позитивного? Как разрушить этот негатив, вызванный плохим сервисом? У вас есть всего 60 секунд. Кстати говоря, у меня так и написано. Как превратить разгневанного покупателя в счастливого за 60 секунд. Вот так, моя новая книга. Еще одна книга Relentless. Вот для многих моей книги является Библией. И, кстати говоря, сейчас это уже 14-я редакция, кстати говоря. Причем в России было больше редакции, чем в США. То есть у вас есть выбор. Когда вы облажались, у вас есть выбор, что делать. Можно сказать, до свидания, мы тут ни при чем. Это мы не проходили, нам этого не задавали. Либо исправить ситуацию. Большинство компаний в клиентах выбирают первые позитивные, говорят, извините, мы тут ни при чем. У них большие карманы, им все равно. Хорошо, один клиент недоволен. Ну и что? Ну не вернется он. Да и хрен с ним. А Амазон, к сожалению, ценит каждого клиента. Поэтому Амазон лучше. Несмотря на то, что Амазон большой, для него очень важно. Представляете, что это же как камень, который бросил в воду. Начинаются круги. А если человек пойдет в соцсети, начнет плохо говорить. Итак, у вас есть 60 секунд. Причем должно быть там, внизу. Итак, у нас есть пара минут буквально. Итак, вот четыре этапа. Первые должны быть быстрыми. Обязательно действуйте быстро. И человек, который является точкой контакта, должен это делать. Иметь право, например, вот, например, Ольга там или еще кто-то. Опять-таки помните, да, что это должен быть сотрудник, который смотрит на клиента. У него должно быть право исправить ошибку низкого клиентского сервиса. И, конечно же, брать на себя полностью ответственность. Да, мы признаем. Это была наша ошибка. Примите на себя ответственность за ошибку. Признайте, что это была ошибка. Не пытайтесь выгораживаться. Божество компаний начинает выгораживаться. Большинство сотрудников начинает прятаться куда-то. Почему нельзя просто сказать, да, мы виноваты, к сожалению, что-то пошло не так. Это наша вина. Это лучшее, что вы можете сделать для примирения. Первое. И совершенно бесплатная вещь. Просто примите. Потому что, ну, понятно, что иногда это граничит с жизнью. Если человек, например, там, не знаю, там, взял просто, там, умер, да, условно говоря, что сделаешь, да, допустим, там, в медицине. Не перед кем извиняться, к сожалению, да, от сердечного приступа. Но мы не говорим об этих случаях. Мы говорим, когда еще человек жив. Так вот. Ну и, конечно же, иметь возможность компенсировать. Будто в живую или через компьютер. Вы должны иметь возможность быстро принять решение и компенсировать. Прямо здесь и сейчас. Вот так. И четвертая компания. Обязательно помните. Компенсация. Потому что мало того, что, кстати, я тут стою в очереди, да, и там говорят, что там бесплатно дают кофе. Да, если очередь превышает столько-то минут. Вот, прекрасно. Да, я подождал дольше, чем обычно, но зато мне дали бесплатный кофе. Прекрасно. И мне уже вроде как и хорошо. Я уже даже не против того, чтобы постоять в очереди. Опять-таки, обязательно должно быть что-то ценное. И обязательно ценное. Не обязательно дорогое, но ценное. Например, сегодня вы отправитесь в ресторан. Представьте себе, что вы забронировали столик на 7.30. Четыре. Столик на четверых. И так вы заходите в ресторан в предвкушении. И тут хостес говорит вам, господин Шоу, простите нас, пожалуйста, но у нас тут просто аншлаг, люди еще сидят за столом, нужно ждать еще 30 минут, прежде чем вас посадим. Придется подождать. Как у себя чувствуете? Хреново. Не так ли? Правда? Вы собрались поужинать в 7.30, вас четверо. Что делать? Ждать 30 минут. И тут хостес говорит, мистер Шоу, а что если вас четверо, например, мы можем посадить в бар, пока столик не освободится? И вы можете пить любые напитки за наш счет, эти 30 минут. А? Уже все не так плохо, да? Как из-за того, чтобы нам в четвером пойти в бар. Правильно? А, все не так плохо уже. Мы можем посидеть в баре, поговорить и так далее. Ну, мало ли что, там бокальчик вина, там пиво, что-то еще. Кто что пьет, там кто-то, не знаю, там минералку, да? Кто-то водку даже, это же Россия. Да, почему нет? Любые напитки за наш счет, пожалуйста. Вот, представьте себе, что, например, ладно, человек там налил себе два бокала вина за эти 30 минут. В конце концов, сколько это вам стоит? Вы только подумайте, сколько стоит этот долбанный напиток? Вино, пиво, минералы, что-то еще. Это ничто, ну, хорошо, один доллар это стоит за эти 30 минут. Сколько они успеют выпить? Они же не пьют как лошади, правильно? Что за 30 минут они там выпили весь бар. Но зато они остались, а потом они сядут за освободившийся столик и смогут заказать больше. Понимаете, что вы думаете? Естественно, эти 30 минут они там сидят в телефоне, да, в фейсбуке, листах и так далее. Они даже, вы ничего на них не потратите. Причем они еще будут рассказывать, а потом, смотри, потрясающе, мы тут приехали, да, и нас тут посадили в бар, нам сказали, что мы можем пить все за их счет и так далее. Они даже не успели попить ничего, но зато они рассказали об этом друзьям. Только подумайте об этом. Итак, представляете, менеджер ресторана говорит, ни в коем случае, 8 долларов это слишком дорого, нет. И тут, значит, он в Москве, значит, выступает по телеканалу, представляете, 8, 8 американских долларов, говорит, вы знаете, я хочу рекламу заказать. Сколько это будет стоить? И телеканал говорит, там, 100 тысяч долларов. Так подумайте, сколько вы рекламы сможете заказать на телеканале или на радио за 8 долларов? Вам дадут пинка под зад, не так ли? А тут за 8 долларов, пригласив клиентов в бар, пока они ждут освободившегося столика, вы, по сути, провели бесплатную рекламную кампанию. И эти люди потом расскажут об этом другим людям. Понимаете? Это дешевая рекламная кампания. Это создание этих самых евангелистов. И люди скажут, что, вау, ничего себе, что произошло только что? Это было реально круто. Да, мы расскажем об этом абсолютно всем. Понимаете? То есть, да, человек был, там, не знаю, там, гневный, да, и прочее. На вас когда-нибудь ругались? Наверняка ругались, правда? Бывает такое. Представляете, тут раз, с минуса на плюс, за 60 секунд, и все. Вас ненавидели, а, говорится, от любви до ненависти один шаг, там, один шаг. И наоборот тоже, от счастья, от ненависти до любви один шаг. Вот так нужно уметь это делать. И в России, к сожалению, многие вещи гораздо дороже, чем должны быть в США. И многие компании, знаете, слишком щедро относятся к издержкам. И вы должны иметь, прежде всего, качественных людей. А ненужных людей не нужно иметь. Нужно снижать бюрократию, убирать ненужные правила установки, регулирования, которые мешают работать с клиентом. Это нужно все убирать. Таким образом, у вас будет более высокая маржа и более низкие издержки. Последние 35 лет я изучаю сервисных лидеров по всему миру. Так вот, лучшие компании, такие как Amazon, например, за счет скорости они могут вынуть издержки и передать это клиенту в качестве скидки. Так подумайте, это все бюрократия, процедуры, бумага, волокиты и так далее. Представляете, сколько бюрократии и ненужных издержек это создает. Это снижает скорость, повышает издержки и так далее. А что, если бы у вас были высокорезультативные люди? Вы только подумайте. Кстати говоря, одна из проблем в России заключается в том, что у вас слишком много сотрудников. Я могу зайти в любую компанию в России, я вам скажу, слишком много сотрудников, на 25% больше, чем нужно, как минимум. Балласт. Мертвые пни. Вот так. И в итоге у вас низкая результативность. Вы должны быть как 300 спартанцев, понимаете? У вас должна быть высокопроизвительная культура. Пусть их будет меньше, но зато больше и лучше. Но таких людей нужно развивать. Конечно же. Допустим, вот даже Ольга, например. Да, помните, я за ужином как раз об этом говорил о том, что вот 100, если бы у вас была такая пачка банкнот, 100 долларов. Вот здесь, вот, пачка банкнот. А Игорь, допустим, а Игорь, где вы есть, вы будете переводить для меня, да? То есть Игорь, кстати, очень крутой перевод. Да? Хороший переводчик. Нет, вообще-то будет Денис, но неважно. А здесь, представьте себе, у вас такая же папка просто бумаги. И всякий раз, когда кто-то в вашей организации делает что-то крутое, действительно классное, у вас есть выбор. У вас есть две папки. Стопка бумаги и стопка долларовый банкнот. Что вы дадите? 100 долларовую банкноту в качестве вознаграждения? Или вот вам, Александр, Анастасия, напишите что-нибудь от руки. Личное письмо с благодарностью. Роман, я видел то, что вы делали вчера. Это было потрясающе. Вы невероятный сотрудник. То, как вы разобрались с этой сложной ситуацией, было просто невероятно. Продолжайте, продолжайте делать так же. Так вот, вопрос. Что важнее? Вы, как сотрудник, что бы выбрали? Получить 100 долларов или личное письмо от президента компании с такой благодарностью? Что бы вы выберете? Кто из вас вообще получал такие письма благодарности? Начнем с этого, да? Риторический вопрос. Как часто Вадим, например, такие письма лично от руки писал своим сотрудникам? Интересно. Так вот, и самая первая программа, когда я был еще молодым совсем и красивым, на самом деле, она так и называлась «Лучше, чем деньги». То есть, как мотивировать людей нематериально. Вот так. И я вам говорю, деньги – это все, это как наручники. Все, дали 100 долларов, человек привык. Все, в следующий раз 100 долларов его не мотивирует. Понимаете? Говорят, слышь ты, эй, ах ты, жматливый сукин сын, босс. Давай мне больше. Что значит 100 долларов? Давай 150. Я тут, извините, задницу рву. И ты мне даешь несчастный 100 баксов? Да пошел ты. А если вы напишете личное письмо, понимаете, это нематериальная мотивация. Это зачастую работа гораздо лучше. Так вот, знаете, я как-то в США в 80-х взял худший район США и превратил его в один из лучших. И там, опять-таки, все было основано именно на признании. Там сотрудники чудеса творили. Понимаете? И одна бухгалтерская компания сказала, что, знаете, что мы никогда не видели, чтобы в государственном агентстве была такая мотивация. То есть, опять-таки, за счет внедрения такой системы мотивации, не за деньги, а за нематериальную компенсацию, я вас уверяю, вы выжмете гораздо больше из людей, если вы будете их признавать. Людям нужно так мало, совсем немного признания. Это гораздо лучше, чем просто дать деньги, потому что к деньгам они... Нет, конечно, деньги всем важны, очевидно. Да, должна быть соответствующая зарплата. Всем нужно кушать и кормить семьи, естественно. Всем нужна еда, это все не бесплатно, естественно. Но признание еще важнее. Вот так. Поэтому, если вы, например, в прошлом году признали Ольгу, вы скажете, ну, я же уже признал ее, сколько раз еще можно? Я же два года назад сказал Владимиру, что он молодец. Что, снова, что ли? Сколько раз нужно это делать? Понимаете? Это нужно делать постоянно. Например, у кого есть дети, подними руку. Кто у нас? Отцы, матери, у кого дети есть. Прекрасно, большинство. Например, что происходит с ребенком, который остается без внимания? Вы знаете, что происходит с таким ребенком, правда? Они всегда делают что-нибудь, чтобы получить это внимание. Правильно? Начинают шкодить или что-то еще. Поведенчески мы запрограммированы на получение признания. Поэтому, для того, чтобы выжить максимум результативности своих сотрудников, ищите возможности признавать, хвалить своих сотрудников только искренне. Искренне, не под копирку, а искренне. Будь то по имейлу, по смс, вживую, еще как-то. Если вы хотите получить магию, да, просто начните писать личные письма сотрудникам. Поэтому, если бы я был Ольгой, например, да, серьезно, я бы собрал имена людей, допустим, наиболее результативных сотрудников, и 30 минут в день тратить просто на, допустим, такие заметки, письма личные. Потому что у вас есть корпоративная почта. И писал бы им личные письма, я вас уверяю. Никто бы никогда это письмо не порвал. Они бы его приклеили у себя, знаете, над кроватью. Представляете, это как вот, как будто Иисус Христос лично спустился и похвалил тебя. Для его сотрудника это именно так. Вот так. Так вот. И очень важно измерять результаты. Сервисные лидеры знают свои результаты. Они все измеряют. Например, Ultimate Question. Это Фред Райнхер спросил. Да, насколько вероятно того, что вы будете рекомендовать нас другу или коллеге? Да, NPS так называемый. По шкале от 0 до 10. Насколько вероятно, какой вероятно того, что вы порекомендуете МФЦ другу или коллеге? Вот и все. Вот момент истины. Это, так называемый NPS. Net Promoter Score. Одним словом, вы должны быть. Упорными. Relentless или неистовыми. Понимаете, вы должны никогда не покладать руки. Это должна быть стратегия. Клининский сервис – это стратегия. Это часть вашей культуры. И все, кто здесь присутствует, опять-таки, вы должны относиться к этому стратегически. Я говорю сейчас про Ольгу и других. И вы молодцы, вы многое делаете в этом отношении. Это как дышать. Вы не можете просто один раз вдохнуть. Вы должны дышать постоянно. Как дышать. Или как есть. Вы же не можете просто один раз вдохнуть кислороду и всё. Вы должны постоянно заботиться о клиенте. Понимаете? Клиент не хочет знать о том, что вот три года назад вы позаботились о нём. Нет. Это должно быть постоянно. И, например, в Вейл, Колорадо. Я очень часто люблю кататься на лыжах. Так вот. И раньше этот горнолыжный курорт был одним из лучших. Назвался Вейл. Один из лучших горнолыжных курортов. Но в ходе ковида с 10 баллов они опустились до 2. Туда просто не хочется больше ехать. Я поверить не мог, что мой любимый горнолыжный курорт. Как можно было запороть такой прекрасный бренд? Кстати. А они просто забили на это. Ну, ковид и всё. А зачем там теперь заботиться о клиентах? Нет. Это должно быть частью вашего лайфстайла. Образа жизни. Только так. Я работал как-то Стэнли Маркусом, когда он был ещё жив. И он, в принципе, отец-основатель клиентского сервиса в США. Вот у него была сеть магазинов, которая называется Неймин Маркус. И я обожал слушать его. Он был моим наставником. И он сказал, что мы должны уважать наших клиентов. Во-первых. Во-вторых, мы должны научиться любить их. И, в-третьих, мы должны их обожать. Так вот. И вот именно это мы должны сделать здесь, в России, в Москве. Вы это можете сделать. Вы способны на это. Именно поэтому как раз рождается доверие. Именно так рождаются отношения. Искренние отношения. Искренняя лояльность. Будут налоговые платежи, что-то ещё. То есть любая диза. Да, вот когда есть искренняя любовь, вот это происходит именно от этого клиентского сервиса. Когда это всё искренне и от сердца. И, вы знаете, я очень рад этой возможности поступать перед вами. Я люблю Россию искренне. Вот. Я был здесь очень много раз. В России, в Москве. Я люблю всех вас. Это правда. Я очень люблю людей. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо большое, Джон. Итак, может быть, вопросы из зала. Прошу. Окей. Yes, please start. Thank you for your speech. Спасибо большое за вашу презентацию. Вы знаете, я бы хотел, прежде всего, сделать селфи. Можно? Это же честно, конечно. Конечно. Выходите сюда, давайте сделаем селфи. Кстати, все, кто хочет фотку, пожалуйста, когда я спущусь. Просто скажите мне, хорошо? Если надо, я тут до полуночи буду фоткаться с вами. Хорошо? Поэтому, да, наша смелая девушка. Давайте ей поаплодируем. На русском языке у Джона есть переводчик, такой же, как у нас, только ровно наоборот. Прошу, если есть такие отважные, смелые люди, пожалуйста, задавайте. Если нет, то, я думаю, что мы с вами пораньше сегодня закончим. А пока вы решаетесь, я напомню, у нас с вами найден номерок в гардероб 1137. Чей? Проверьте, посмотрите. Вот, видите, Александр, Александр с нами сегодня. Давайте сфотографируемся тоже. Будут или нет? Кто-то есть вопросы? А у кого есть вопросы? Правда? Не стесняйся. Есть, есть. Аплодируем еще один вопрос. Все-таки отважились мы с вами. Отлично, прошу. Представьтесь, как вас зовут и задавайте вопрос. Здравствуйте, мистер Шоу. Меня зовут Иван. У меня к вам такой вопрос. В своей книге вы говорили про... Иван, Иван. Иван, окей. Джон. Как Джон в России. В своей книге вы говорили про полномочия сотрудников, что чем больше мы наделяем сотрудников полномочий, тем больше они дают сервиса, и он становится быстрее и качественнее. Вопрос специфический. Так как мы с вами сейчас говорим про государственные организации, каким образом в такой, можно сказать, консервативной структуре мы можем давать полномочия сотрудникам? Вот в каком моменте он может такой сказать, оп, и я сделал быстрее, оп, и сейчас вот тут такой дорожечек он нашел, и теперь все намного лучше и качественнее. Спасибо большое. Вы знаете, у нас каждый год проходит всемирная конференция в Мексико-сити. И, так вот, это был такой автобус, да, где, ну, нам нужно было ехать два часа, вот, до места назначения. Так вот, и мы опоздали на 5-10 минут примерно. И что вы думаете, написано, там, мы закрыты и прочее, там, не знаю, там, я не помню, сколько это было времени по местному, и написано, мы закрыты. И что вы думаете, и нас даже не впустили внутрь, представляете, в этот отель. Так вот, представляете, почему? То есть мы говорим, мы за вам заплатим, только откройте дверь. Они нас не пустили. Не в смысле, что они там умрут, да, от того, что они откроют дверь, и мы там все приедем. Мы опоздали всего на 10 минут. Представляете, охранник нас не пустил, мы его упрашивали, и на коленях стояли, ничего не получилось. Понимаете? То есть он бы, он боялся открыть дверь, потому что у него не было на это разрешения. И мы видим такой огромный билборд. И там говорится о том, что это клиент-ориентированная компания, и наш отель самый лучший. Мы заботимся о клиентах. Брехня. Понимаете? Так вот, когда я говорю про empowerment, это означает, что у каждого сотрудника есть это право принять решение здесь и сейчас, на месте, не боясь наказания. Я не говорю про коррупцию сейчас, я не говорю про лазейки, я не говорю о том, чтобы взять деньги из левого кармана и положить в правый, или обогнуть правила, да, или отмывание денег, или что-то еще. Ни в коем случае. Я говорю сейчас о честной практике, чтобы в Москву и в правительство Москвы действительно влюбились. У вас рядом девушка, прошу. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Во-первых, господин Шелл, спасибо вам большое за вашу потрясающую презентацию и ваши полезные советы. И довольно специфический. Я работаю в сфере масс-медиа, занимаюсь телевидением больше 20 лет. И я вас сидел, слушал и думал, как это перенести на свою сферу, да, соответственно, на сферу журналистов, тех, кто делает телевизионные программы. Я так понимаю, что наши клиенты – это зрители прежде всего, и вопрос увеличения скорости – это вопрос увеличения, ну, скажем так, скорости обратного ответа в соцсетях, например. Что вы думаете о клиентоориентированном подходе для структур масс-медиа, средств массовой информации, как вот то, о чем вы рассказываете, можем применять мы? Конечно можно, конечно можно. Помните, что вы все занимаетесь клиентским сервисом, вы можете быть там заводом, пароходом, телестанцией, радиостанцией, госорганизацией, вы все занимаетесь клиентским сервисом, понимаете? Большинство сотрудников просто этого не знают, они думают, что «о, мы заводом, мы там больницем, мы еще кто-то». И, конечно же, это работает в масс-медиа, конечно же, конечно же. И учитывая то, что вас смотрят, конечно же, вам нужно создавать счастье, вам нужно, чтобы люди, которые смотрят вас, были довольны. Особенно, если вы используете соцмедиа. Так вот, вот вам месседж. Я вас уверяю, сейчас в Москве можно, не знаю, найти там десятки тысяч рекламных точек. Самая бесплатная реклама – это не телевидение и радио, а сарафанное радио. Apple не тратит на рекламу, Amazon не тратит на рекламу. Это все делается через сарафанное радио. Word of mouth по-английски – сарафанное радио. Это лучшая и самая бесплатная реклама. Понимаете, когда создадите такой потрясающий опыт, что люди рады порекомендовать вас, люди в вас влюбляются, и они будут рады порекомендовать вас кому-то еще. Вот так. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно же, да. ...не так много времени для того, чтобы подвести итоги сегодняшнего первого дня работы нашего четвертого форума социальных инванских регионов. Ну что ж, раз есть еще один вопрос, пожалуйста. By the way, Igor, thank you for translating. He does such a remarkable job. Let's give Igor a round of applause. Dennis. Dennis. Okay. John. Хорошо, да, я поаплодирую, конечно, нашему переводчику. So, anyways. Скажите, пожалуйста, что больше всего удивило? Больше всего меня поразила забота, теплота, чистота и туалеты. Не знаю просто, не знаю, в какой цвет, не знаю, там стены окрашены. Понимаете? И, кстати, говорят, допустим, там флагманские все там вещи, да, они там открыты постоянно. Семь дней в неделю. Они так, что, знаете, там пять вечера, и все, все закрыты. В Америке вы не найдете ни одну госорганизацию, которая открыта с десяти до десяти. Это потрясающе, что вы так долго работаете. Так вот. А есть центры, которые работают там с восьми утра до восьми вечера. Потрясающе. Да. Вы не найдете в Америке ни одной государственной организации, которая работает такие часы. И даже в мире. Поэтому в этом смысле вы уже, да, клиент-центричны. Вы делаете очень много того, что еще в мире не делается. Вы можете быть маяком для остального мира в этом отношении. Надо это ценить. Давайте громко поаплодируем и благодарим нашего специального гостя. Специальный гостец из Америки. Джон Шоу. Джон Сури Торнелл. Спасибо большое. Спасибо. И вам огромное всем спасибо. Спасибо всем за приглашение. Я вас всех люблю. С Джоном увидимся уже завтра, поэтому не прощаемся надолго. Ну а самое главное, уважаемые дамы и господа, спасибо всем огромное за то, что вы были сегодня частью нашего первого дня работы четвертого форума социальных инноваций регионов. Ну что ж, до новых встреч. Увидимся завтра, самого раннего утра. Я же напоминаю, что у нас с вами найден номерок в гардеробе. 11.37. Вдруг кто-то сейчас нашел у себя в кармане его отсутствие, поэтому, пожалуйста, подойдите ко мне. Еще пару минут я останусь здесь на сцене, чтобы вы могли забрать этот номер, потом он окажется в гардеробе. До новых встреч, дамы и господа. Увидимся уже завтра на втором дне работы нашего форума. Спасибо всем за сегодняшний день. Субтитры сделал DimaTorzok